Очень подходит к теме нашей программы «Год литературы в Сарове». Первая строчка «Больше узнаешь, больше поймешь». Библиотека имени Маяковского тоже была представлена на рождественских чтениях в Москве. И сейчас мы поговорим с теми, кто был, слышал, видел и поделится своими впечатлениями. Директор библиотеки Марина Савина ездила в Москву со своим заместителем Натальей Данченко. Марина Анатольевна уже во второй раз была на чтениях и четко понимала, где и какую информацию можно актуализировать. В этом году акценты делались на более расширенном присутствии в образовательных программах курсов, связанных с православием. Там присутствуют и представители Министерства образования, которые тоже говорят на эту тематику. И говорят прежде всего о том, что нужно дальше это развивать, нужно приобретать методическую литературу, что в принципе мы и делаем с 2014 года. То есть это и семейное воспитание, это и православное воспитание, это все методические пособия именно для преподавания в школе. А что касается именно художественной литературы, мне бы здесь хотелось обратиться прежде всего к итоговому документу рождественских чтений, где прям отдельным пунктом проходит, что 2015 год – это год литературы. И что хотят прежде всего от нас, как от библиотек, то есть это развитие литературных навыков у подрастающего поколения и непосредственно влияние на выбор литературы с целью создания определенного нравственного облика наших соотечественников. Если говорить, допустим, о литературном развитии подрастающего поколения, опять же, под патронатом патриарха Кирилла, это мы тоже как бы узнаем на рождественских чтениях в рамках их, в этом году проходит международный конкурс для учащихся 6-11 классов, именно связанный с предоставлением литературных работ. Посвящен он творчеству Ивана Жмелева и называется, соответственно, «Лето Господне». Мы туда подготовили двух старшеклассников и представили туда работу. Ну, сейчас вот ждем результатов. Результаты будут в этом году весной. Если говорить о художественной литературе, так как, понятное дело, что от нас просят формирование определенного нравственного облика, то да, у нас достаточно много литературы художественной. Написана она абсолютно разными социальными группами с разными людьми. Это и священнослужители, это и книги, которые уже стали лауреатами и патриаршей премии, и рождественских премий. Это и книги людей, которые к нам непосредственно приходят с творческими встречами. Среди них вот Надежда Смирнова у нас была в прошлом году. Тот же самый наш горожанин Павел Тужилкин, который выпустил книгу «Савву». Где-то художественный вымысел, а где-то чистая правда. Судьбы конкретных людей описаны в книгах Александра Сегиня-Поп и Анны Даниловой «Монахини из разведки». Наталья Владимировна Малышева, монахиня Адриана, она прошла очень тяжелый, но интересный путь. Она после третьего курса, из института, узнав о гибели своего жениха, уходит на фронт. Проходит всю войну разведчицей. Также в штабе Рокоссовского служила. После победы Наталья поступает в Московский авиационный институт, заканчивает его, работает в конструкторском бюро Сергея Королева. Но позже понимает, что, видимо, другой путь нужно искать и становится монахиней Пюхвицкого придворья в Москве. В 2012 году, к сожалению, ушла из жизни, но впечатление книга производит грандиозное. Надо сказать, что литература отдела духовно-нравственной культуры собрана так, чтобы доходчиво показать истину православия. Взять, к примеру, повесть про Таирея Александра Торика «Димон». Сказка для детей 14 до 114 лет. Мне бы хотелось зачитать здесь диалог с отцом Александром. «Отец Александр, скажите, бывает ли в реальной жизни такая настоящая любовь, как в книгах? Однозначно бывает. Любовь была, есть и будет всегда. Ибо способность любить есть свойство Бога, создавшего человека по образу своему и заложившего в него эту способность при создании. Пока существует человек, будет существовать и любовь. Когда способность любить в людях иссякнет, человечество закончит свое существование, так как любовь и есть та животворная сила, которая дает людям жизнь и смысл их земной жизни. Отец Александр, где же найти эту настоящую любовь? У Бога». Кроме того, мне хотелось бы сказать, что вся литература, тем более, конечно, художественного плана, который в последнее время к нам поступает в библиотеку, она находится в секторе духовно-нравственной культуры, и она одобрена публикацией издательским советом Русской Православной Церкви. Сегодня на этом все. А в следующей программе, которая выйдет в начале марта, мы поговорим о новых методиках развивающего чтения. И нашим героем станет педагог-филолог Елена Романичева. Редактор субтитров А.Семкин